Дорогие друзья, добрый вечер! Это рубрика «Вечерний чай» на в моих руках бокал сухого вкусного вина, потому что заканчивается уже 1 октября, через несколько минут наступит второе, и тем не менее, еще день музыки, всемирный день музыки. Но для меня этот день ежедневно. Даже не ежечасно, не ежесекундно, он вечно всегда со мной, этот день музыки. Я просто без нее жизни не представляю. Я всех поздравляю и желаю, чтобы вы так же жили с музыкой, как и я, потому что она не просто строить и жить помогает. Музыка – это сама жизнь. И хочу поблагодарить за все поздравления, которые я сегодня получила. О некоторых я хотела бы рассказать подробно. Итак, будьте здоровы, будьте счастливы, с днем вас в музыке. Я просто немножечко пригублю. Но у меня рубрика «Вечерний чай», поэтому я беру чашечку и наливаю богатырский потрясающий чай, который пришел в посылки из Ульяновска от Катюшки. В скобках Асенька Юсупова. Катя, какой вкусный чай. Господи, он даже не так ароматен, как он, когда его пьешь, он… Вот эти вкусовые качества, они просто потрясающие. Там и травы, там и сушеные ягоды. Он такой полезный. Я поужинала, как там и написано, после еды его нужно пить. И вот, Катюшенька, я его пью. Огромное тебе спасибо, потому что к тем конфетам, которые ты прислала, вот они, между прочим, Рыжика, Рыжика, съели. И внучка, и младшая Вероничка, им так понравилось. Осталось две конфетки, и они мои. И они мои, уже никому не дам. А вторую коробочку я заморожу, и потом, когда Иринка сможет есть шоколад, это супруга Игоря, которая родила недавно мне внука, Костика. Она обожает конфеты, она потом скушает. Поэтому, а Рыжика я съем. Когда я прочитала в составе, что там, оказывается, морковка, цукаты из моркови, из ананаса, это что-то так необычно. Дети тоже, ой, морковка. Но когда они попробовали, они слопали почти всю коробку. Очень вкусно. Я тоже съем сейчас эту конфетку. Ну, и мне хотелось бы еще раз, Катюша, сказать вам огромное спасибо за эти подарки, за это чаепитие, потому что и в том числе благодаря вам оно сегодня состоялось. И не только. Сейчас расскажу обо всех. Что ж ты у меня кусочек? Падаешь. Не падай. Ну, пойдешь так, ладно, я тебя подниму. Второе, о ком бы мне хотелось сегодня сказать, это моя коллега, девушка, которая живет в Донецке, Украина. И она прислала мне вчера такое доброе письмо, что ей, она только начинает работать сейчас как главный методист Центра детского творчества. И ей очень помогают наши уроки. Доброе такое большое письмо, сейчас я, чтобы не ошибиться, я точно скажу, кто это я записала. Это Елена Кононенко. И, Леночка, вам огромное спасибо. Я отправила Лене свои книги, которые ей помогут в работе, и я уверена, что они ей помогут. И Лена также поздравила с днём музыки, необычно. И всё это так приятно было, так здорово. То есть день начался сразу же вот с таких поздравлений. Если вы заметили, горит великолепная свеча. Вы не представляете, какой тонкий запах у этой свечи. Это последняя свечка из тех, что прислала Анжела Шведова. Поэтому этот вечерний чай, Анжелка, ещё и с тобой, прямо вот здесь. То есть я чувствую вашу энергетику через то, что вы отправляли, поздравляли, присылали. То есть это очень чувствуется. Сейчас конфетку откушу. Гривяжная конфетка. Орехи, орехи, морковка и она у нас. Как вкусно. Спасибо. Спасибо, Катюша. Влад Чупин. Он опубликовал на своей страничке свою новую песню. Она тоже явилась своеобразным подарком ко дню музыки. С Владом мы начали заниматься два года тому назад. У нас был ряд таких полноценных уроков. Я помню, что мы даже вместо микрофона использовали его вешалку. У него дома так всё здорово. По скайпу это было весело. А сейчас, спустя два года, он уже сам преподает, он сам дает уроки, пишет музыку, выступает, поёт. То есть абсолютно раскрепощённый, замечательный молодой человек. Рекомендую зайдите к нему на страничку. Весельчак, Балагур. Он замечательную песню подарил ко дню музыки всем нам. С названием «Крымская волна». Чудесная. Да, это наши попса. Да, это весело. Да, это здорово. Но такие песни нам нужны. Мы их любим, мы их слушаем, они не утомляют. Их хочется слушать, от них очень хочется танцевать. А Вероничка Черединова послушала её, говорит, а я её хочу петь. Я говорю, ну пиши, пиши Владу сама. И спрашивай, может быть, он тебе даст свою аранжировку, и ты будешь петь эту песенку. Почему нет? Хочется сказать князевой Катюше спасибо. Она не оставляет ни один сюжет без внимания. И всегда у неё такие грамотные комментарии по делу. Спасибо, Катюш, тебе и за поздравления. Спасибо. Иринке хочу сказать спасибо. Ируся. Да вообще, Ира всегда у неё каскад. У неё каскад всегда в комментариях. Она не пропускает даже вот такого, на который я бы даже и может и не надо ничего комментировать. Он просто такой информационный. Но Ириша пишет всегда. То есть всё у неё, под каждым абсолютно сюжетом есть её небольшое письмо. Я даже их комментариями-то не называю. Спасибо, Иринка, тебе огромное спасибо. Я чувствую вашу энергетику. Вы меня просите, если кого-то не называют, потому что назвать всех невозможно. И если вы сейчас почувствовали там где-то, ой, мы Наталью Викторовну не поздравили из неё музыки. Я вас умоляю. Вот умоляю вас. Я всё равно вас всех чувствую и всех благодарю, потому что у нас так всё закручено в жизни вот в этой. Мы так все вот, вот у нас столько дел, столько забот, столько хлопот. Поэтому я вас очень прошу, не заборачивайтесь на этот счёт. Абсолютно не заборачивайтесь, я всё равно от вас все поздравления слышу, принимаю и благодарю. Мне ещё хочется сказать об одном человеке особенно, потому как поздравление Марины Максименко было необычным. И в продолжении её поздравления я сейчас хочу сказать, что я буду делать дальше. То есть Марина написала мне большое письмо, поздравительное письмо, где сказала, что я не рискнула, как Катюша, как Асенька, посылать вам посылку. Но я решила, Наташа, вас порадовать в день музыки, чтобы вы порадовали сами себя. Я сначала не сразу поняла, что это такое, потому что я сегодня спала всего два часа. А если потом смотрела в интернете, там сетка есть такая, если вы ложитесь во столько-то, во столько-то, сколько у вас нормального здорового сна. То есть получается, что если я два часа вот те поспала, которые у меня с 4 до 6 утра, то я практически вообще ничего не спала, потому что там 7 минут здорового сна, плюс 15 минут. В общем, я даже получаса не набрала, сколько я сегодня спала. Но, прочитав всё о сне, о том, насколько и в какое время он бывает полезным, я уже об этом как-то говорила в сюжете. Я об этом знала, что нужно вечером спать, ложиться пораньше, самое лучшее с 9 часов, в 9-10 вечера. Но я нашла там такую информацию, что из 19 до 20 часов, если я сплю вот один час, с 19 до 20, я выбираю практически больше половины нормы здорового сна, если бы я проспала всю ночь. И вот я сегодня, я крепилась, я крепилась, я всё равно не выдержала до 19 часов, очень много было по дому работы. Я сегодня как бы посвятила себя быту, приборкам, уборкам, другого времени на неделе просто вообще нет. Завтра приедет внучка и младшая Вероничка. Я выдержала только до 4 часов и упала спать. Проснулась я без 10-8. Вы знаете, я действительно чувствую себя очень бодрой, я готова сейчас засучить рукава, побелить, покрасить, что-то постирать, что я и делала. Я продолжала всё это мыло, стирала, убирала и так далее, и так далее. И я так думаю, что вот это всё правильно, когда мы с вами, когда у нас клонит в сон, всё надо бросать и идти падать спать. И я беру шебуши втыкаю, потому что я не могу меня сейчас, ну возраст уже, меня всё абсолютно, всё может отвлечь, всё может. Телефоны выключаю, домофоны выключаю, всё выключаю. То есть это ненормально, если вы легли отдыхать, если вы что-то оставили включённое, потом, что пенять на это. Поэтому я выключаю, всё, затыкаю, всё, и я падаю. То есть я решила, что я сейчас буду делать именно так. Если я с работы в какой-то день, я вообще прихожу в 8-9, а если я в какой-то день, я приду в 7 часов, и если мне действительно будет клонить сон, я завалюсь и буду спать. Всё заткну, всё выключу и буду спать. Хотя бы час. С 19 до 20. Представляете, я половину нормы, даже больше ночного сна я выберу. А что толку я там ночью ложусь и сплю, там 15 минут, 7 минут. Что с этого толку лучше, что буду сидеть потом и трудиться. Итак, вернёмся к Марине Максименко. Только позже, когда я включила телефон, прибежал сын. Сын прибежал домой. Мама, у тебя телефон, ты не отвечаешь. В чём дело, я уже подумала, что-то с тобой случилось. Я говорю, сынок, ты прости, пожалуйста, ты что-то даже не подумала. Я не включила телефоны, всё туда-сюда. Потом я включаю телефоны и мне приходит перевод от Марины Максименко на то, чтобы полакомить и порадовать себя в размере двух тысяч. Марин, это большие деньги. И для меня это большие деньги. Я в последнее время вообще уроков не веду дополнительно. Я живу на заработную плату только. Да, немножко, может быть, книги мне иногда. Но это эпизодически помогает, когда я их продаю. А так нет. Поэтому я попросила, сын мне сходил, купил мой любимый тортик. Вот он. Это сметанник. Домашний сметанник. То есть, битая сметана, деревенская сметана с сахаром. Представляете, сколько калорий. Ну и что? И я буду чаю пить с этим тортиком. Потому что это очень вкусно. С этими потрясными конфетами. Понимаете? То есть, Катя тоже, она же знает, что я люблю птичье молоко. Люблю коровку. Люблю с этим, с кокосом конфеты. Это вот я вот буду. Вот я полна энергии. Я поспала. Я выбрала норму ночную почти. И я буду сегодня куражить жизнь. Я буду и вино пить, и чай пить, и то, и другое. В конце концов, имею право. И Мариша, я решила сделать так. Часть той суммы, которую вы прислали в день музыки мне в качестве подарка, я потрачу на приз для одного из победителей моего конкурса «Вертикаль». И прямо со сцены на гала-концерте я скажу, что этот приз вам дарит Марина Максименко из Нижневартовска. Представляете, да? То есть, как это будет здорово, как это будет интересно. Я подумаю, кому, что, как. То есть, на эту сумму, то, что осталось от покупки тортика, я смогу сделать подарок какому-то из детей. В этом году у меня много будет участвовать детей с ограниченными возможностями. То есть, мы им в поддержку, но в этом году они и сами в большом количестве будут участвовать. Конечно, может быть, кто-то скажет, что это психологически не совсем легко выдерживать, смотреть. Вы знаете, нормально. Нормально. Это жизнь. Это жизнь. Они имеют право тоже реализовывать свой творческий потенциал. Они хотят быть на сцене, они хотят выступать. Они хотят проявлять себя. И порой даже мощнее и ярче, чем многие здоровые. Поэтому, пускай, ребятишки, и взрослые там подали заявки, женщины взрослые, мужчины взрослые. Я говорю, можно тоже. Я очень хотел бы выйти спеть, я никогда еще не пел на сцене. Это будет мой дебют. Я говорю, да, конечно. Конечно. Так что, я очень много жду от этого конкурса. Я очень переживаю, очень болею за него, потому что это мое детище. И я постараюсь сделать все, чтобы это был не просто конкурс, где будут дети и взрослые, и участники нервничать, а чтобы это был праздник для них. Такой же праздник, как вот сегодня вы мне все устроили. А я в свою очередь хотела бы... Сейчас съем, съем, съем кусочек. А я в свою... Ой, какой чай, какой тортик. Ой, вкусно. Дедушка говорил, это разврат. Есть ночью, да еще взбитую сметану с сахаром, вот с такими тортами, конфетами, при свечах, да еще вино тут, все вместе. Ничего. У нас не так часто это бывает. Так вот, я хотела бы завершить небольшой вот такой сегодня разговор за праздничным чаем, высказыванием. Я монтирую потом сюжет. Ой, конфетку не доела. Ну, взялась за торт голодная. Или кто-то голодный, говорят, да? Говорят, если ты берешь, что-то не доела, что-то новое берешь. Ну, я, правда, в приметы не верю. Ну, дай Бог, что все были сыты. Чтобы Господь всех накормил. Ну, вот, я записала. Я просматривала, не буду сейчас напрягаться, как я попала на этот сюжет, но я его смотрела, вероятно, именно для того, хотя уже, думаю, Наташа, выключай, тебе надо это делать, это, это надо делать, выключай. Нет, я сижу и смотрю. Да смотрела я такие. А, вот почему. В очередной раз у нас тут пронеслась опять пурга по поводу участвуйте, участвуйте, участвуйте в конкурсе. Мне опять написали, что за конкурс? Потому что в прошлый раз тоже участвуйте, участвуйте, по две с половиной тысячи заплатили, а Вероничка младшая даже в двух номинациях, этого пять, ни конкурса, ни денег, ничего не вернули. В общем, не состоялось. Сказали, ну, когда-то, может быть, потом будет. Не знаю. Дай Бог, блажен, кто верует. Ну, и тут тоже что-то подобное. Я начала искать, что за конкурс. И вот я на этот сюжет как раз попала. Действительно, интересные детки, там все туда-сюда. И вот интервью дает народный артист Российской Федерации, актер Евгений Герчаков, вероятно, председатель жюри этого конкурса. Речь шла о том, как поют под плюсовки. Что на конкурсе он услышал живое исполнение и искренние такие детские голоса, естественные голоса. То есть то, что видели, то, что чувствовали, так и исполняли. Так и рот открывали, так и все было естественно. Он говорит, как это было хорошо. И тут же говорит о том, как поют под фонограмму и что с таким он подтекстом, с таким тонким юмором точку поставил в своем интервью. Посмотрите сами, улыбнитесь. Я вижу уровень в ребят. Не по сетах поют под плюс, а не под чужой плюс. Под чужой плюс и все. Они даже сами там толком не поют. Ну, это шоу-бизнес. Там все поют под плюс. Многие говорят под плюс, а некоторые спят под плюс. Вот, друг с другом. Ну, а в завершении сегодняшнего нашего разговора с вами, в день музыки, я бы хотела включить в свой сюжет. Меня пусть там банят, сколько угодно забанивают, там авторские права. Ну, а как иначе? А как иначе делиться? Потому что я получила такое удовольствие. Я испытала, я не знаю, ну, многие не любят это слово, я не знаю, эстетический оргазм, аудиальный, визуальный. То есть я на все это смотрела, слушала, я получала наслаждение. Просто наслаждение. Если мы говорим, что человек без музыки вообще жить не может. И как можно петь под плюс, вот я не понимаю. Я даже, когда мне нужно было на елке, когда минус 32 исполнять, мне говорили, Наташа, да нельзя вам петь вживую. Нам нужна плюсовка, чтобы мы вмонтировали в общую фонограмму елки, это открытие, городской елки. Я говорю, да я не могу, как я под плюсы. Ну, это же далеко туда-сюда, да вы что, 32 градуса мороза. Я говорю, да нет у меня плюсовки, можно я вживую спою? Будет разница в звуке, у нас все под плюс, а вы, значит, вот будете здесь под минус. В общем, целая история. Так вот, я не представляю, как можно петь под плюс. Эмоции невозможно выражать под плюс, так как ты поешь естественно. Мы живем с музыкой, музыка в нас живет. Мы сами являемся музыкой. То, как мы говорим, то, как мы общаемся, то, какие мы поступки совершаем, это все наша музыка. Мы сами музыка. И вот, когда я посмотрела Пако Лусио, это знаменитый испанский гитарист, исполняющий фламенко, и как, как, и вот его коллектив в концерте посмотрел. Ой, какое я получила удовольствие, ну какое же я получила удовольствие. И я посмотрела, да, у него вот эта группа, он как центральная фигура, то есть солист, потрясающий совершенно импровизатор, то есть фламенко. Боже, как я хочу поехать в Испанию. Как я хочу поехать в Испанию. И я поеду когда-нибудь туда. Я точно поеду. И даже в своем возрасте я еще и станцую. Вот сто процентов станцую. Я обожаю испанские танцы. И вот я, когда смотрю на экран, как поют в группе ребята, какой темперамент, сколько все. Мне кто-то может там возразить, вот там подхрипывает. Да плевать я хотела. Это все живое. Это все настоящее. Вот так нужно подавать. Вот так нужно эмоции отдавать. Вот с таким наслаждением нужно дарить музыку. Я вас всех поздравляю. Приглашаю на фрагмент этого концерта. Всех вам благ. Будьте здоровы, счастливы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ди ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok